шалом уважаемые дамы и господа когда-то много лет тому назад один раввин успешно стал приближать еврея в южной африке юганесбург город который сейчас не так сильно известен на ту пару это было очень успешное государство государство апартеида где это было узаконено и вот он обратился к любавицкому рыбы для благословения чтобы праведник благословил вот его вот эту покупку он планировал купить половину недвижимости как для вот этой школы еврейской рыбы говорит купить всю-всю-всю этот человек его спонсоры общины они одолживают деньги они собирают какие-то запасы и вкладывают все в это имущество имущество процветает школа открывается все хорошо все отлично каждый месяц они выплачивают тренд кредит и тут вдруг весь мир начал бороться против апартеида южной африки самой стране начались волнения их местная валюта стала понижаться соответственно кредит в деньгах стал усиливаться увеличиваться вот этой бедной еврейской общине стали уже угрожать мол выплачивайте и он естественно вот этот директор школы этот раввин обращается к рыбы за помощь рыбы помолитесь богу чтобы валюта опять поднялась и тут рэб ему говорит интересную фразу зачем ты будешь наставлять бога каким путем тебе помочь он найдет путь как тебе помочь и вот рэб ему звонит через некоторое время играет нет сомнения что курс скоро возрастет этот человек идет в банк и приобретает страховку будущем то есть зафиксировать сумму определенную в надежде что потом она вырастет и он ему не нужно будет платить много а именно ту фиксированную сумму вот приходит он банк там сидит служащий клерк и недавно нагреты сейчас та ситуация чтобы покупать и страховку будущего сейчас надо наоборот тихо тихо сидеть с надо стараться а тот ему говорит то что надо я не знаю у меня есть предчувствие короче говоря он покупает это действительно через несколько месяцев все идет опять наверх выигрывает больше даже чем было запланировано но здесь в этой всей истории кроме того что вообще что такое праведники у меня всегда вот таких историях с людьми с которыми мы говорим на уроках всегда один и тот же такой восклицательный вопрос где взять такого рыба сегодня как сегодня вот если такой человек что можно позвонить и поговорить ну сегодня к сожалению этого нет в этом году рыбы исполнилось 120 лет и он уже нас благословляет в виде души мы часто пишем обращаемся к рыбы в письмах в игрот кодыш но так чтобы это говорит о том что надо ценить ситуацию очень часто пока рядом есть какой-то человек мудрый нужно его ценить но из всего этого сказано один вопрос который меня вот как бы взволновал очень актуальный для нашего времени это не надо говорить богу как тебе помогать когда ты ешь молиться чтобы всевышний дал тебе спутника или спыль наоборот мужчина идет спутнице жизни спутница идет за спутником и просит кого-то конкретного не надо просто сказать богу дай мне вот того майнер найти на и дышку ряд мой человек а всевышний уже найдет когда опускается доллар или ты что-то теряешь не просить чего-то определенного просить просто помощь потому что может быть это тел здесь как пишет царь соломон а нашел в другом месте время терять время находить может быть ты сегодня жил в одной стране часто живешь другой это твой звездный час все не 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 говори не плачь о молоке которая уже убежала и наставляя не говори богу что тебе нужно он найдет тебе решение очень важно здесь знать что иногда когда мы просим чего-то конкретного может быть в данном случае в глазах всевышнего мы выступаем как хохмологи знаете слово мудрец такой сам себе мудрец который сам себе пишет что он хочет бог ему дает хотя ему может быть открыт другой путь поэтому с божьей помощью надо быть близкими к праведникам к мудрым людям которые дают нас там наставление и совет второй момент нужно просить у бога помощи и благословения не говорите вы что конкретно он найдет уже что шалом шалом